«Особняк! И есть демон!» «Особняк?» Услышав слова Кенза, Пауэр нахмурилась и огляделась. Пол и стены действительно извивались, как у живого существа, а кислотный дождь набирал все большую силу. Кенза быстро ответил. «Теперь я понял. Если смотреть на дом сверху, то он имеет форму креста. Но если подумать о нем, как и о человеке, вход, откуда мы вошли, — это голова. Коридоры по обе стороны, где расположены комнаты и помещения для персонала, являются оружейными. А это большое пространство чуть дальше перекрестья, вероятно, и есть желудок». «Желудок?» «Жидкость, которая капает, — это желудочная кислота. Я уверен, что именно она растворила всех тех людей». «Что?» «Не знаю, пытались ли они провести здесь ночью стратегическое совещание или пришли на какой-то шум, но дверь в развлекательный зал полностью звуконепроницаема. Их предсмертные крики не достигли бы комнат для гостей. Причина постепенного сокращения числа людей заключалась в том, чтобы вселить страх в тех, кто остался». «Ну да, демонам нравится человеческий страх». «Я наконец-то понял значение того таинственного коридора в конце желудка. Причина, по которой он был таким запутанным и прямолинейным, вероятно, заключается в том, что он является кишечником». «Ага». «И то, что выглядело как генератор в энергетическом отсеке, было самым важным органом. Эта комната была у перекрестия, если учесть его местоположение, можно предположить, что это было сердце демона-особняка, которое мы случайно уничтожили». Пауэр вдруг воскликнула. «Случайностей не бывает. Сердце. Да, сердце. Детектив Пауэр все предусмотрела с самого начала. Я гений. Нобелевская премия моя. Вау, Пауэр, ты потрясающая, как ожидалось от гениального детектива Пауэр». Пауэр почувствовала, что хвала, льющаяся со всего мира, достигает ее ушей. «Нет, это совпадение, верно? Я имею в виду, ты сказала мне умереть и пыталась убить меня». «Я говорила это демону». «Но ты напала на меня». «О чем ты вообще? Я никогда на тебя не нападала». «Боже, ты невыносима». Стены поляростно изгибались и вертелись. Мстительные крики демона отдавались эхом снова и снова. Количество кислоты увеличивалось так, что происходящее было подобно проливному дождю. «Это нехорошо. Кровавый зонтик вот-вот себя изживет». В зале было много крови из пробитого сердца особняка, но Пауэр не могла пользоваться ей так же, как своей собственной. «Так ты демон, да? До меня дошли слухи, что в четвертом отделе общественной безопасности есть демоны». «Да, я мастер Пауэр, демон-детектив из общественной безопасности». «Ладно, просто идем по коридору вниз. Если мы покинем желудок и направимся к пищеводу, мы сможем избежать кислоты». Они медленно подошли к двери развлекательного зала. Однако дверь не открывалась, как будто она была заперта демоном здание. «Черт возьми, не открывается!» «Предоставь это великому детективу! Пришло время поработать головой!» Пауэр изо всех сил пнула дверь ногой. «Было бы чем работать!» «Блин, это сложнее, чем я думала!» Пауэр уже чувствовала головокружение. Она увеличила размер своего кровавого зонтика, чтобы защитить себя от кислотного ливня. Ее тело слабело. Она пила кровь демона-особняка, но кислота разрушала зонт слишком быстро, и она не успевала регенерировать. «Неужели в конце концов мы умрем?» Закричал Кен, запхватив голову руками. Пауэр оглянулась на него. «Что случилось?» «А что с Дэнджи?» «Он исчез вместе с другим охотником. Вероятно, они были растворены кислотой». «А что происходит с растворенным материалом?» «Скорее всего, он стекает вниз по коридору». Пауэр слушала молча. Ей показалось, что она услышала какой-то другой звук, смешанный с журчанием кислоты и ревом демона. «Когда ты в последний раз видел Дэнджи?» «Прямо перед тем, как пошел тебя будить. В то время он был связан и спал». «Это значит, что Дэнджи все еще в кишечнике?» «Да. Ну и что с того?» Пауэр посмотрела на сокращающийся и извивающийся пол комнаты. Кровь демона, вытекающая из сердца, стекала в тупиковую часть зала, к двери, ведущей в противоположный коридор. Это было похоже на рев монстра, эхом доносящийся из глубин ада. — Что это за звук? — Кензо вытянул шею с любопытным выражением лица. — Денжи должен был раствориться в кислоте и попасть в кишечник. Откуда сейчас и поступает огромное количество крови? — Оно приближается? Что это? Что к нам приближается? — Пауэр уставилась в сторону, из которой доносился звук. В то время как Кензо заткнул уши, его лицо исказилось в ужасе. — Давай, приятель! Мгновение спустя от взрыва дверь напротив них разлетелась на куски. Там стоял странного вида парень. Из его головы и рук торчали бензопилы. Их свирепые лезвия, похожие на клыки дикого зверя, вращались по кругу на высокой скорости. Звук бензопилы, рассекающий воздух, погрузил голову Кензо в хаос. — Что это такое? Серьезно, что это такое? Человек с бензопилой медленно повернул голову Кензо, который держался за уши и кричал. Дрожащая стена, кислота, капающая с потолка. Окинув взглядом это поистине адское пространство, он произнес. — Э, какого хрена тут происходит? Я только проснулся и уже оказался в каком-то месиве. — Дэнджи, сюда! Когда Пауэр крикнула, Кензо удивленно произнес. — Что? У нас Бюро общественной безопасности? Что это за организация такая? — Точно, Пауэр. Ты же сдала меня со всеми потрохами. Когда Дэнджи внезапно понял, что происходит, и бросился бежать, на него безжалостно обрушился кислотный дождь. — Фу! Что это за хрень? Но даже когда человек с бензопилами начал растворяться, с полным ртом крови он бросился вперед. Затем он вонзил свою правую руку в шею Пауэр. — Знаешь, Пауэр, это была не смешная шутка. — Я все понимаю. Но давай поговорим об этом потом, когда выберемся отсюда. Если мы этого не сделаем, мы умрем. Дэнджи обернулся. Кислотный дождь лил на всей территории развлекательного зала. — Что мы должны сделать? — Сбежать, но дверь не открывается. Просто воспользуйся своей головой, чтобы открыть дверь. Дэнджи качнул головой и проломил середину двери бензопилой. Это не совсем то, что я имел в виду под «пользуйся своей головой». С ворчанием Кенза в ушах сначала Дэнджи, а затем Пауэр выбежали в коридор. Железные двери вырастали из пола и потолка одна за другой, преграждая им путь к отступлению. Дэнджи первым прорвался сквозь стальную дверь и побежал по извилистому проходу. Раздался неприятный звук, и Кенза, который бежал последним, оглянулся. — Эй, на нас движется поток кислоты! Как прилив желудочного сока, волна кислоты хлынула из зала развлечений. — Бежать, бежать, бежать! Вестибюль был прямо перед ними, но... Удар бензопилы был остановлен, когда она вонзилась во входную дверь. — О, нет, входная дверь — это зубы! Она сильнее, чем другие! — нетерпеливо крикнул Кензо. — О, зубы! Как только он вытащил бензопилу из двери, Дэнджи взбежал по стене вертикально с маленькой бензопилой, которую он вырастил на ноге. — Окно наверху — это глаз, верно? Глазы он защитить не может! — Он использует свою голову! Примерно в пяти метрах над дверью, Дэнджи прорвался через два боковых окна, освещающих холл. — С криком, который разнесся по всему особняку, входная дверь открылась без колебаний. В этот момент Пауэр и Кензо выскочили через нее. — Мы снаружи! Небо было темным. Нижняя часть неба начала тускнеть, близился рассвет. — Пауэр! Дэнджи выпрыгнул из окна и смело приземлился на землю, направив свою бензопилу на Пауэр. — Эй, не злись так! Я позволю тебе потискать мою грудь в качестве извинения! Дэнджи на мгновение перестал двигаться и покачал головой. — Мне это не нужно! Я люблю Маки Мусан! Внезапно тело Дэнджи пронзил железный забор, который тянулся от входа. Демон особняка пытался затащить Дэнджи в свое тело в качестве последней жертвы. Входная дверь открылась, и Дэнджи был проглочен домом. — Эй! Его проглотили! — Оно его проглотило! Пауэр и Кензи беспомощно стояли на месте. У них не было сил. От дома дьявола с пронзительным воплем отваливались куски красновато-черной плоти, и под бледным утренним солнцем остались только гниющие, увитые плющом руины. — Так ты говоришь, что это демон, который вселяется в старые дома? Звуки разговора донеслись с горной тропы. — Да, похоже на то. Клиент вел себя странно, поэтому я его об этом спросил. И похоже, что демон из особняка заставил владельца послать ему охотников на демонов в качестве еды. Вскоре показались Аки и Макима. Спинопауэр выпрямилась, и она обернулась. — На следующей неделе я буду в деловой поездке в Киото, и я подумала, что перед этим неплохо было бы прогуляться в горах. А что, Хаякава-кун, тебе не нравится мое присутствие? — Нет-нет, все в порядке. Когда Аки поспешно махнул рукой, Макима обратила свое внимание на разрушающийся особняк. — А, это ты, Пауэр. Она узнала Пауэр, стоявшую прямо возле дверного проема, и подошла к ней ближе. — Я здесь, но, похоже, все кончено. — А-а-а, да, детективная сила раскрыла все дело. Кенза, стоявший рядом с Пауэр, нахмурился. — Нет, ты чуть не убила меня. — Что? Я совсем не понимаю, о чем ты, идиот. — Что ты сказала? — Бесполезно. Эта девушка фальсифицирует свои воспоминания. В угоду себе, — сказал Аки, закуривая сигарету. — А где Дэнджи? Пауэр покачала головой и пожала плечами. — Мой помощник Дэнджи был съеден домом. Это был впечатляющий конец. — Серьезно? — Можешь рассказать мне об этом подробнее? Когда Макима кивнула, Пауэр заговорила, при этом чрезмерно жестикулируя. — Он гнил в череве дома, когда я пришла и спасла его. — Кензо, стоявший рядом с ними, объяснил все заново, поскольку история Пауэр была непонятной. — Ясно. Выслушав эту историю, Макима обошла дом с задней стороны. Все, кто последовал за ней, ахнули от открывшегося перед ними зрелища. У кухонной двери лежало несколько мертвых тел. Там была и половина Дэнджи. — Макима-сан! Дэнджи радостно помахал оставшейся рукой. — Хорошая работа, Дэнджи. Похоже, ты справился. — Конечно. Я сделал все, что мог, и решил эту проблему так быстро, как только смог. Когда Макима присела на корточки, Дэнджи показал большой палец. — Твои слова звучат не очень убедительно, когда ты наполовину растворен. — Но как вы узнали, что он здесь? Макима ответила на вопрос Аки, расчесывая волосы. — Зал развлечений — это желудок, а коридор за ним — кишечник. Если это так, я задалась вопросом, окажутся ли растворенные люди у выхода в конце кишечного коридора, и решила проверить. — Так вы говорите, что кухонная дверь — это задний проход? — Пауэр внезапно взрывается приступом смеха. — Это дерьмо детектива Пауэр и ее помощника! — Заткнись! Какой детектив будет говорить о дерьме? Чуть подаль Кенза молча наблюдал за возней сотрудников общественной безопасности. Там была женщина со склонностью нести чушь, которая внезапно напала на него, наполовину растворенный, но все равно живой человек с бензопилой, и два человека, беззаботно наблюдающие за происходящим. — Как же я рад, что мне не удалось попасть в общественную безопасность! Кенза поплелся прочь, а возмущение Дэнджи и пронзительный смех Пауэр продолжали отдаваться эхом высоко в горах. — Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok